И добро пожаловать на следующий прямой эфир Л.Л. Министрис. Я очень рад иметь эту возможность делиться с вами словом из Великобритании. И я верю, что во время этого карантина Господь использует эти короткие послания для того, чтобы они были благословением для вас. Спасибо большое всем, кто посылал послания Ане и делились своими отзывами, свидетельствами и также пожеланиями. И также особым благословением для меня были те свидетельства, которыми вы делились о том, как Господь служит вам, как Бог исцеляет. И мы начали свои послания двумя такими многогранными проповедями о том, что помогает христианину быть плодотворным в своей жизни, приносить много плода. Сначала мы говорили о том, что важно слышать и доверять Богу. Мы говорили о том, что у нас есть духовные уши, также у нас есть уши души и духа. Мы говорили о том, насколько важно нам слушать духом то, что Бог говорит нам. И когда мы говорили о важности доверия, мы говорили о том, что важно и верить, и доверять. Мы часто встречаем таких верующих, которые верят, но полагаются или уповают на себя и зависят только от себя, не от Бога. И в притчах мы читаем о важности доверия Богу всем своим сердцем. Это значит, что мы зависим от него абсолютно во всем. И мы не пытаемся говорить Богу, что ему делать, но мы стараемся делать то, что Бог говорит нам делать. И сегодня я думаю, что мы будем говорить о том, что является самым сложным в процессе христианской жизни для того, чтобы жить плодотворной жизнью. Сегодня мы будем говорить о том, как ожидать или ждать и как служить. Мы живем в таком обществе, где все хотят все прям сразу. Мы идем в рестораны быстрого питания и мы ждем, что нам прям сразу же подадут нашу еду. Люди забывают, что значит ожидать что-то. Но ожидание очень важная составляющая нашего процесса ученичества. Ожидание требует от нас терпения и настойчивости. Я помню, когда я был молодым и я объяснял своим родителям, что я хочу прям сейчас. А мама всегда мне говорила, что у Бога часы всегда показывают правильное время. А я не хотела, чтобы я получала в соответствии с Божьим временем, я хотела, чтобы я получала тогда, когда я хочу. И вообще-то она использовала текст из Священного Писания из Салма 30, 15. Где написано, «Мое время в Божьих руках». Очень важно нам доверять Божьему времени. И очень часто мне приходилось ожидать от Бога что-то, чтобы Он сделал, что-то важное для меня. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, но если бы это произошло быстрее, это было бы неправильно. Бог дал мне видение для служения ЛЛ Министрис в 1970-м. И мне пришлось ждать 16 лет, прежде чем работа началась в 1986-м. И я очень расстраивался, и я немного расстраивался с Богом, и сказал, «Боже, почему ты не успешешь?» Но, как я смотрел сейчас, я вижу, что Бог должен делать много в меня, чтобы готовить меня для того, что Он хочет меня делать. Но сейчас, смотря назад, я понимаю, что Богу нужно было очень много потрудиться внутри меня для того, чтобы подготовить меня, чтобы я мог выполнять эту работу. И годы ожидания иногда являются самой важной частью нашей жизни. Потому что именно во время этих лет ожидания Бог хочет, чтобы мы углубились в Него, пустили свою корневую систему в Него. Потому что годы ожидания – это годы обучения и подготовки. И если мы не позволим Богу работать в наших сердцах и подготовить нас к тому, что Он хочет, чтобы мы делали, то мы пытаемся это делать своим путем, не Божьим. И в Писании очень многое из текста Священное Писание об ожидании. Израилю нужно было ожидать много лет, прежде чем пророчество об Иисусе исполнится. Но Павел говорит нам в Галатам 4.4, что когда придет время, Бог пошлет Своего Сына. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. У Бога было время для Иисуса. И Он послал Иоанна Крестителя для того, чтобы он приготовил путь. И Иосифу нужно было ждать в тюрьме в Египте много лет, прежде чем Бог услышал его молитву. И отпустил его из темницы. Но затем он стал самым важным человеком на земле. И Бог использовал его для того, чтобы он организовал хранилище зерна, чтобы спасти народ израильский. Давид был помазан на царя израильского еще тогда, когда был подростком. А прежде чем он стал царем после Саула, ему пришлось ждать много лет. Даниилу нужно было ждать 70 лет, прежде чем пророчество Иеремии исполнится, и он получит свободу из плена Вавилонского. Но в период этих периодов ожидания эти люди были верными Богу. И во время этого периода ожидания Даниил изо дня в день был послушен Богу. Несмотря на то, что его бросили в ров в львины за то, что он был послушен Богу, он по-прежнему доверял Богу. И Бог его освободил. Я молюсь о том, чтобы вы использовали это время карантина, когда вы не очень-то многое можете делать. Пусть это будет время для вас, когда вы говорите Богу, Боже, помоги мне пустить свои корни в тебя, чтобы я стал сильным человеком, сильной личностью для тех лет, которые ждут меня. Это время подготовки. Псалом 27, 14 говорит следующее. Надейся на Господа в русском варианте, в английском. Ожидай от Господа, будь сильным. Мужайся и надейся, и снова в английском варианте, ожидай от Господа. Во время этого периода ожидания Бог будет укреплять вас, в вашем духе. И вы сможете научиться тому, чему никогда не могли раньше научиться по причине нехватки времени. Потому что у вас не было этого времени отделенного. Псалом 130, 5 говорит следующее. Псалом 129 говорит следующее. Пятый стих. Надеюсь, я в английском ожидаю от Господа. Надеется в английском ожидает душа моя. На слово его уповаю. В английском варианте на слово его надеюсь. Псалмопевец надеется на слово Божье и нам нужно следовать его примеру. И я надеюсь, что вы используете это время самоизоляции, когда вы кормите себя Словом Божьим. И Дух Святой будет говорить к вам через то, что Бог уже сказал. Кто-то из вас, возможно, ожидает, что Бог проговорит вашу жизнь в проблему, с которой вы столкнулись. В Псалме 39, 2-3 стихи Псалмопевец говорит о своем периоде ожидания. В русском варианте твердо уповал я на Господа. В английском я ожидал с терпением от Господа. И он приклонился ко мне и услышал вопль мой, и залег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвертил стопы мои. Давид был в ужасной ситуации. И он обратился к Богу и просил о помощи. И он ожидал с терпением от Бога ответа. И его свидетельство было следующее. Бог услышал мой вопль. И вытащил меня из болота, из грязи и из рва. И Давид свидетельствует, что Бог его ноги снова поставил на скалу, на которой он может стоять. И этот концепт ожидания является очень важной частью в Писании. Концепт ожидания присутствует в истории церкви и призваний, которые исполняла церковь. Потому что Господь часто помещает нас в подготовку, в процесс подготовки для выполнения служения. И если мы ожидаем от Господа, что Он будет действовать, то Он поможет нам делать то, что мы должны делать. Я сейчас говорил о том, что мы ожидаем чего-то, мы ожидаем, что это произойдет. Но есть еще один очень важный аспект в этом слове ожидания. Когда мы отправляемся в ресторан, мы садимся за стол, и к нам приходит официант. Официант в английском языке это слово звучит так. Ожидающий. И ответственность ожидающего либо официанта позаботиться о нас. И послужить тем, кто пришел в ресторан. И концепт вот в этом слове заключается следующий. Что ты ждешь кого-то, чтобы Ему послужить. И когда мы ожидаем Господа, мы служим Ему. И есть одно очень прекрасное место в Священное Писании, и в Исаии с сороковой главе в тридцать первом стихе. А надеющиеся на Господа, снова ожидающие Господа, обновятся в силе, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Те, кто служат Господа, ожидая Его, они укрепятся, чтобы выполнять работу. Они смогут подняться как орлы над проблемами. И они смогут сверху вниз смотреть на проблему, которая происходит в мире, и эта проблема не будет загонять их в депрессию. Как в данной ситуации во Христе мы можем подняться в Нем, и мы не утомляемся. И часто Писание говорит нам о том, что наша жизнь — это бег на ресталище, и мы можем бежать свою дистанцию и при этом не утомляться. Мы можем идти и не утомляться. Жизнь христианина — это марафон, это не какой-то быстрый бег на дистанцию, короткую. И когда мы ждем на Господа, Господь обещает нам, что Он делает нас способными выполнять Своё служение, Он делает нас сильными. В течение этих 16 лет, когда я ожидал начала служения миссии ЛЭЛ Министрис, было время, когда я хотел поступить по-своему. И мне было где-то 30 лет, и я подумал, что я уже старый, чтобы Бог меня использовал. И в 40 лет я считал, что я уже древний. И я вообще-то был очень недоволен Богом. Я говорил Богу, Бог, Ты мне дал это видение восстанавливать разбитые жизни, сломленные жизни. Годы идут, что мы не можем начать эту работу никак. И в эти годы ожидания я по-прежнему служил Господу, но это было в работе, в бизнесе. И в течение этого периода ожидания я усвоил очень много ценных уроков, и я смог их применить в служении. И когда пришло правильное время, Бог сделал это так, как Он хотел. Церковь также ожидает пришествия Иисуса. Народ израильский ожидал своего Мессию, и Иисус пришел 2000 лет назад. Но все обещания Божьи, которые мы встречаем в Писании, они не говорят только о первом пришествии Иисуса, но также и говорят о втором. И Титус 2.13 описывает вершине Иисуса как блаженную надежность, которую мы все ждем. Послание Титус 2.13 говорит о следующем пришествии Иисуса, которого мы ожидаем. Вы можете читать Субтитры. Вы можете читать Субтитры. Иисус является этим блаженным упованием или благословенной надеждой, в английском варианте, которой мы ожидаем. Но пока мы ожидаем, мы не просто сидим и ничего не делаем. Мы ожидаем, что Иисус придет снова. Но пока мы ожидаем, мы ожидаем Его, и в это время мы Ему служим. И Бог призывает нас жить в ожидании Его, и также в этом периоде служить Ему. И в этот период мы ожидаем того, что ждет нас в будущем. Поэтому мы ждем и Бога, Его пришествия, и также мы ожидаем от Него, что Он имеет для нас сейчас. И возвращаясь к нашей иллюстрации о ресторане и о официанте, об ожидающем. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь в ресторане, где официант не был очень таким вежливым человеком. Может быть, он был невнимательным, он был чем-то недовольным, он ничем вам не помогал. И вы пытаетесь словить его взгляд, а он всегда смотрит в противоположном направлении. И вы думаете, ну, вы расстраиваетесь и думаете, ну, я пришел сюда поесть, а где же этот официант? И в конце вы пообедали и ушли из ресторана, и вы немного недовольны, потому что вам не понравился официант. Я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, Бог себя чувствует, если мы немного похожи в своем поведении по отношению к Богу? Как вы думаете, Бог себя чувствует, когда мы ожидаем... Вернее, когда Бог ожидает, что мы будем служить Ему, мы немного недовольны. И мы не смотрим на Бога, чтобы поймать Его взгляд. И Бог не может использовать нас, чтобы мы сделали то, что Он хочет, чтобы мы делали. Точно так же, как работа официанта в ресторане заключается в том, чтобы всегда смотреть на посетителей ресторана и понимать, что они хотят. И наш фокус, как служителей, как слуг Божьих, всегда должен быть на Нем. Наши глаза всегда должны быть на Нем. Мы всегда должны ожидать Его, мы должны доверять Ему, мы должны наблюдать за Нем. Поэтому, когда мы ожидаем от Господа, это ведет нас по умолчанию, к служению Господу. Еще один очень важный аспект служения Богу — это верность. Верность требует от нас, чтобы мы продолжали делать то, что Он попросил нас делать столько, сколько нужно. Многим людям надоедает делать то, что они делают сейчас, они хотят уже изменить декорацию. Они побежали туда, а потом побежали сюда. И вместо того, чтобы быть верными в исполнении того призвания, которое Бог дал им сейчас. Однажды мы были с Фионой на служение в церкви. И в этот день почтили женщину, которая служила в воскресной школе учителем в течение пятидесяти лет. Церковь поблагодарила ее за ее служение в этот день. В пятьдесят лет она выполняла только одно служение. И, может быть, люди задавали ей вопрос, а что-то другое разве вам не хотелось сделать? И во время этого служения многие люди поднимались и говорили свое свидетельство. Все эти люди сейчас были гораздо старше. Но эти люди делились свидетельством о том, как эта женщина привела их к вере во Христа. И как в течение многих лет ее жизни оказалось серьезное влияние на сотни детей. Это верность той работе, которую попросили ее выполнять. И эта верность принесла плод. И плод ее жизни стал очевидным благодаря верности в течение многих лет жизни. Один из моих любимых персонажей в Библии – Ной. Помните, что Бог дал ему видение в построении ковчега. Но Бог дал ему это видение за 120 лет, до того момента, когда эта лодка вообще-то понадобилась. И это очень долго. За 120 лет Ной рубил дрова и строил лодку. И он готовил эту лодку к тому моменту, когда она будет нужна. Подумайте, что бы произошло, если бы Ною просто стало нудно продолжать эту работу и он что-то другое начал делать. Если бы через несколько лет он подумал, о, мне уже надоело строительство этого ковчега, сделаю-ка я лучше себе яхту. Или, может быть, построил себе лучше дом. Таким образом, он бы ушел в сторону от того служения, которое Бог имел для него. И тогда ковчег не был бы готов к сроку. Ной получил чудо. Ковчег был построен к тому времени, когда начался потоп. И его верность стала, можно сказать, причиной спасения человеческой расы. И это чудо. Это чудо, которое произошло в результате верного служения в течение длительного периода времени. Есть очень важный текст Священного Писания, который мы видим в Екклезиас 9 главе. И обратился я и видел под солнцем. Что непроворным достается успешный бег. И что говорит здесь Екклезиаст? Что верное служение может сделать то, что быстрый бегун вообще-то не сможет достичь. Кто-то, может быть, слышал басню о зайце и черепахе. И в этой басне рассказывается о том, что черепаха и заяц решили, что они пробегут дистанцию. И заяц подумал, как смешно. Потому что заяц вообще-то очень быстро бегает. И он подумал и сказал, да ты же никогда не выиграешь. Но чтобы посмеяться над черепахой, они согласились, что они сделают этот забег. И вот заяц бежит быстро. И потом подумал, да я лучше посплю. И вот он спит у дороги и думает, ну, подожду пока придется черепаха. А черепаха вообще-то медленно ходит. Но черепаха продолжает идти вперед. И вот черепаха проходит мимо зайца, который спит. Я много чего знаю о черепахах, потому что вот мой друг мистер Джинкс. Мистер Джинкс – это черепаха. Ему 120 лет. Он родился в 1900 году. И я его подарил в 1953 году, когда мне было 9 лет. И с того момента я за него ухаживаю. Так что я за него ухаживаю за 68 лет. Он не может очень быстро ходить. И положил его в саду. И ты ложишь его в саду, потом идешь пить чай. И вот ты просто присел, чтобы попить чай, и смотришь, а он уже исчез. Он может не ходить очень быстро, но потому что ты думаешь, что он ходит так медленно, ты забываешь о нем. И мистер Джинкс – хорошая для нас иллюстрация или пример того, как ты достигаешь цели благодаря тому, что верно идешь вперед и при этом не останавливаешься. Итак, возвращаемся к басне о зайце и черепахе. Заяц прилег поспать. И черепаха его обогнала. И тогда, когда заяц проснулся, Черепаха уже выиграла забег. Возвращаемся к Библии. Возвращаемся к Библии. Где написано, что быстрый бегун не всегда выигрывает бег. И я хотел бы ободрить вас, чтобы вы продолжали выполнять свой бег, продолжали идти вперед настойчиво, несмотря на то, что, может быть, это не происходит так быстро, как бы вы хотели. Я изучал истории многих людей в истории христианства. И многие люди, можно сказать, имели такой план, как план заяца – пойти в ресторан быстрого питания. Мы хотим просто сделать что-то особенное для Бога. Но потом они просто им надоедают и хотят сделать что-то другое. Потом еще что-то другое переключается. И когда ты смотришь на жизнь этого человека, он и то делал, и то, и то, но у него нет вечного плода. То, что строится медленно, уверенно, в чем есть постоянство, это имеет вечное последствие. Ноа построил ковчег. День за днем. И нам нужно усвоить урок, что в нашем служении Богу важна верность. И нам очень важно жить в послушании в течение многих лет ожидания. Когда мы видим, как Бог строит Своё Царство через верующих. Итак, кому мы обращаемся за тем, чтобы усвоить свои уроки о служении? Самый важный, конечно же, для нас пример – это Иисус. В Филиппийцам 2.6 Он, Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Иисус стал слугой, и Он служил другим, будучи слугой для них. И Матфея 20.28 Матфея 20.28 Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Даже Иисус, Он пришел, чтобы служить другим. Он пришел, чтобы послужить вам и мне. И в служении нам Он отдал или положил жизнь свою. Он отдал Себя в служении человечеству. Да, Он был лидером, но также Он был и слугой. Дерек Принц был одним из тех людей, которые оказали огромное влияние на мою жизнь, особенно в первые годы становления служения. Многие из вас слышали о Дереке Принце и читали его книги. И я не забуду, как он говорил эти слова. Если ты хочешь быть лидером, сначала научись быть слугой. Когда мы извлекаем этот урок служить, служение, быть слугой. Это значит, что мы показываем Богу, что нам можно доверять. И тот, кто доказал, что ему можно доверять, что он надежный, Бог может использовать этого человека в своем царстве. Если вы чувствуете, что Бог призывает вас быть лидером, прежде всего научитесь быть слугой. Иисус Навин в 24-15, а я и дома будем служить это же слово слуга Господу. Многие люди рассматривают религию как способ заставить Бога служить нам. Но это противоположно взаимоотношениям, которые мы должны иметь с Господом. Бог дает каждому из нас разные дары и способности. Он не хочет, чтобы мы смотрели на других людей, на их дары и способности и говорили, ой, я хочу быть как тот человек или как тот человек. Он хочет, чтобы ты был самим собой. 1 Петра 4, 10. Петра 4, 10. Петра 5, 11. Петра 5, 10. Петра 5, 10. Поэтому очень важно каждому из нас задать Богу вопрос, Господь, какие дары Ты мне дал? И другие люди могут помочь вам определить, какие же ваши дары. И вам нужно будет сказать, Господь, вот мои дары, и я отдаю их Тебе. Я отдаю их Тебе, чтобы служить Тебе. Прямо сейчас Аня использует свой дар переводить. Аня, ты используешь свою способность, чтобы служить людям. Потому что многие из них, из вас, не смогли бы понимать, что я говорю, если бы она не использовала свою способность. И когда мы используем те дары, которые Бог дал нам, и верно используем их в служении Господу, мы благословляем Бога. И в результате Он будет благословить нас. В Матфея 23, 12. В Матфея 23, 12. Если вы хотите быть прославленным, если вы хотите показать, насколько вы круты, это гордость, и Богу придется нас тогда смирять. Но если мы, в смирении, служим Богу своими дарами, придет время, и Бог поднимет нас и благословит ту работу, которую мы выполняем. И независимо от того, какой дар Господь вам дал, мы должны всегда помнить, что мы слуги, которые служат своему Господину. И Иоанна 13, 16. Мы читаем эту истину. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина Своего, и посланник не больше пославшего Его. Итак, мы, как службы, не важно, как Бог благословит и нас нас благословит, мы всегда службы нашего Мастера. Независимо от того, насколько Бог нас благословил, насколько Он нас поднял, мы являемся слугами своего Господина. Мы посланники Евангелия, мы несем это послание Благой Вести миру. И главная ответственность, которую Господь нам дает, это поделиться с теми людьми, которые не знают Бога. И еще один урок. Мы можем служить Господу, но у нас может быть что-то еще в жизни, что является для нас более важным, чем Бог. И Матфея 6, 24, мы читаем о том, что не можем мы служить одновременно двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. И здесь Иисус говорит о деньгах. И деньги и физическое имущество может для нас стать Богом. Я знаю многих людей, у которых много было денег. Они настолько были озабочены тем, чтобы защитить свои деньги, сохранить свои деньги, что они забывали о Боге. И они, можно сказать, служили своим деньгам, вместо того, чтобы служить Богу, который давал им деньги. И мы должны проверить свое сердце, есть ли в моей жизни что-то, что для меня важнее, чем Бог. Потому что, если мы пытаемся служить другому Богу, мы никогда не будем счастливы. И мы никогда не принесем плод в нашей жизни, который Бог хотел бы, чтобы мы принесли. И мы должны понимать, что мы люди. И мы сегодня учились, что важно ожидать от Господа и служить Ему. И наши глаза всегда должны быть на Господе, и мы должны ожидать Ему второго пришествия. И один день мы все будем стоять перед Богом. И Иисус говорит параболу в Матфея 25. И в Матфея 25 главе Иисус учит притчей. Он говорит о слугах, о рабах, которые служили своему Господину. Господин говорит своему верному рабу, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. И Иисус говорит в этой притче, что наше служение Богу доставляет Ему радость. И однажды нам нужно будет предоставить отчет, что мы сделали с тем, что Бог нам дал. Что мы сделали с теми дарами и способностями, которые каждый из нас получил. Как мы их использовали в служении нашему Господину. И моя молитва каждому из вас, кто слушает это послание сегодня. Когда тот день придет, и мы встретимся с Иисусом лицом к лицу. Чтобы Он сказал вам. Хорошо, добрый и верный раб. И, Господи, я молюсь сейчас, Господь, за каждого, кто слушал это послание. Чтобы Дух Твой Святой помог нам понять те тексты Священного Писания, которые мы исследовали сегодня. Господь, помоги нам быть терпеливыми в процессе ожидания того, что Ты приготовил для нас. И дай нам верность, чтобы мы были в ожидании готовности служить Тебе, пока мы ожидаем от Тебя. И я молюсь, Господь, чтобы в этот период самоизоляции, чтобы Ты служил Своей истиной нашим сердцам. Чтобы Ты пустил глубоко корни в наших сердцах. И несмотря на то, что нам может потребоваться много времени, помоги нам верно идти вперед, несмотря ни на что, как мистер Джинкс, эта черепаха, учила нас. И одержать победу на той дистанции, которую Ты приготовил для нас. Пусть Господь обильно благословит вас. И мы ждем вас снова на следующем прямом эфире из ЛЛ Министри. На следующей неделе преподавать будет или делиться словом будет Линдзи Ханеком. Линдзи была с русской школой в Хангрии несколько месяцев назад. Несколько, пару месяцев назад Линдзи была на одном из курсов русскоязычных «Прорыв к свободе». И для нее это было особенное время. Она очень радуется возможности поделиться с Вами снова. Ей очень понравилось быть на русскоязычной программе в марте. И я знаю, что она с радостью ждет этой возможности быть с Вами в эфире в следующий четверг. И она будет служить на тему Божий дар эмоций. И я знаю, что Вы также с радостью ожидаете этой встречи снова. И мы ждем также отзывы и свидетельства от Вас. Пусть Бог благословит Вас.